Тема нашего урока «Где лучше жить?». Сегодня ты узнаешь о влиянии природных условий на жизнь человека. Как расселялись люди в зависимости от природных условий. Что такое природные условия? Основными факторами расселения людей являются природные условия. Природные условия – это особенности природы конкретной территории. Природные условия – это географическое положение, климат, почва, растительный и животный мир, вода и рельеф. Природные условия влияют на жизнь и деятельность человека. Природные условия бывают благоприятные и неблагоприятные. Человек может жить в любых природных условиях. Какое из этих мест удобно для жизни и почему? Ты выберешь вторую картинку из-за благоприятного климата, водоема, богатых природных ресурсов. Подумай и определи по картинкам деятельность людей в различных климатических поясах. Чем занимаются люди, чем они питаются? Люди населяют землю неравномерно. Основным фактором для этого служат природные условия, благоприятный климат, приближенность к водным ресурсам. В целом умеренный климат благоприятствует сельскохозяйственной деятельности человека. Традиционным делом человека на Арктике являются оленеводство, охота, собирательство и рыболовство. Коренные жители тропического континента живут в гармонии с лесом, из которого получают пищу, топливо, строительные материалы и лекарства. На юге Казахстана выращивают хлопок, рис, сахарную свеклу и виноград. На западе страны растут хвойные деревья. На севере выращивают пшеницу, ячмень, овес, подсолнечник и лен. Овцеводство и верблюдоводство хорошо развиты на юге страны, а на севере коневодство и птицеводство. Знаешь ли ты, что самым густонаселенным материком является Евразия? На данном материке проживает больше половины населения мира. Рассмотри внимательно карту Казахстана. Опираясь на условные обозначения, определить густонаселенные регионы нашей страны. Как ты думаешь, с чем это связано? Города Казахстана, расположенные вблизи рек, водоемов, где процветает производство, заселено более плотно. Густонаселенные города. Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Караганда. Наш урок подходит к концу. Сегодня ты узнал о влиянии природных условий на жизнь человека. Как расселялись люди в зависимости от природных условий.